Всех приветствую на своем канале! Сегодня приготовим пирожки с картошкой. Для начала сделаем начинку. Очищенный помытый картофель полкилограмма заливаем чистой водой и ставим на плиту варить. Когда картофель закипит, не забудьте посолить. Готовность проверяем ножом. Если легко протыкается, значит уже сварилась. Берем 3 средние луковицы, нарезаем. На разогретую сковороду вливаем растительное масло. Высыпаем лук и обжариваем до золотистого цвета. Картофель сварился. Сливаем жидкость и толчем превращаем в пюре. Добавляем несколько кусочков сливочного масла. Так будет вкуснее. Затем зажарку. И все хорошо перемешиваем. Вот начинка уже готова. Можно приступать замешивать тесто. Для теста нам понадобится 550 мл кефира или кисломолока домашнего, килограмм муки, чайная ложечка без горки соды, 3 яйца, 4 столовые ложки растительного масла и чайная ложка без горки соли. В кефир выливаем яйца, растительное масло, высыпаем соль и перемешиваем. Порциями добавляем муку и вымешиваем мягкое, не забитое, эластичное тесто. Поначалу можно вымешивать венчиком, затем ложкой, а потом уже и руками придется месить. На стол просеиваем муку и выкладываем полуготовое тесто. Еще немного помесив тесто до готовности, оставляем его отдохнуть на минут 20. Затем берем часть теста, раскатываем в длинную качалочку и режем на маленькие части, чтобы лепить пирожки. Берем по одной лепешке, раскатываем, накладываем картофельную начинку, слепляем края и формируем пирожки. Слегка скалкой их раскатываем. Итак, пирожки лепим, пока все не полепим. Тесто мягкое и нежное, оно даже немножко липковатое, но лучше притрусить чуть-чуть мукой. Зато пирожки потом будут мягкие, пышные. Этот способ приготовления пирожков очень удобен. Он очень быстрый, как говорится, на скорую руку, долго месить не надо, долго ждать не надо. На разогретую сковороду наливаем масло растительное, выкладываем пирожки в сковороду, жарим с обеих сторон до румяности. Когда подрумянились, переворачиваем. Готовые пирожки выкладываем на тарелочку, на бумажную салфеточку. И снова выкладываем пирожки в сковороду. И снова жарим. И так жарим, пока все не пожарим. Наконец-то пережарили пирожки. Посмотрите, сколько их получилось целая миска. А какие красивые, аппетитные и вкусные. Друзья, подписывайтесь на мой канал и будем готовить новые рецепты вместе. На этом все, друзья. До свидания.